Вопросы и ответы Микросервисы это всегда докер и кубернетис в общем-то на самом деле вопрос резонный Так или иначе все что связано с микросервисами обычно упоминают в сцепке с докером, с кубернетисом Но на самом деле микросервисы могут работать и без докера и кубернетиса в том числе Собственно говоря докер и кубернетис это инфраструктура которая позволяет поддерживать микросервисы, управлять ими и масштабировать Но микросервисы могут работать и без докера и собственно говоря без кубернетиса Другое дело что управление вот этими микросервисами которые в своей основе призваны работать в автоматическом режиме Где-то подниматься, где-то опускаться, где-то перезапускаться, где-то В общем я думаю что я донес до вас мысль давайте перейдем к следующему вопросу Вопрос номер 71 Использование репликации между базами данных например при помощи сервис-брокера в микросервисах это возможно Ну сервис-брокер это скорее всего про MS SQL мы говорим Ну в общем-то коллеги услышите меня пожалуйста Микросервисы работают каждый со своей базой данных И ключевой момент в том что у каждого из них в оконечных точках своя логика Логика по обработке этих данных Логики по поддержанию этих данных в консистентном виде Вся эта логика и надстройка сделана как раз для того чтобы отделить этот сервис от других сервисов Чтобы они никак не были связаны Подсаживая микросервисы на репликацию на уровне базы данных Это самый наихудший вариант репликации Потому что та бизнес логика которая лежит у вас над сервисом внутри вашего микросервиса Она пропускается при синхронизации Она позволяет проходить некосистентным данным То есть одно дело когда у вас трехзвенная архитектура И у вас бизнес логика выделена в отдельный фрагмент слой Если хотите даже кода И вы можете в этом логике проверять входящие данные, выходящие данные И другое дело когда кто-то там снизу на уровне какой-нибудь репликации Вам в базу данных подкидывают данные Да, можно сделать чтобы они работали Но опять же повторюсь Бывают ситуации когда совершенно нельзя без этого обойтись Особенно на этапе переписки одного проекта старого на новый С микросервисами В некоторых вариантах да Но тем не менее Валидация должна тогда настроиться как-то другим образом Например, может быть какой-то хостед сервис Или там бэкграунд воркер какой-то должен запускаться И проверять консистентность ваших данных Может быть выборочно, может быть пачками, может быть еще как-то Тем не менее Есть понятие консистентность данных И если ваша система получит То есть ваша база данных получит невалидные данные То при работе в вашей системе У вас возможно возникнут такие проблемы Которых вы даже собственно говоря и не предполагали Еще раз говорю Репликация в принципе возможна Но я бы на свой опыт Я бы вам настоятельно не рекомендовал это делать Вопрос номер 72 И звучит следующим образом Сколько надо учиться, чтобы стать джуниор-разработчиком? Друзья, на самом деле этот вопрос мне очень часто задают И я решил все-таки на него ответить Даже несмотря на то, что я не знаю, как на него ответить Но я попытаюсь Смотрите, стать джуниор-разработчиком Если это цель вашей жизни стать джуниор-разработчиком И больше вы ничего не хотите То есть просто быть всю жизнь джуниор-разработчиком То вам достаточно 4-5-6 месяцев Чтобы хапнуть где-то азов Научиться основам И в общем вас возьмут, будете работать В общем, если это ваша мечта То вот такие вот сроки Что нужно делать, чтобы Ну нужно как минимум 3-4, может быть 5 часов в день Тратить на какие-то чтения документации Может быть просмотр видео В общем, как-то себя поддерживать Несмотря на то, что вас будут обучать Это срок ускорит обучение Ну, если это предел ваших мечтаний Если вы хотите middle-разработчиком быть Вам нужно знать в разы больше И мне вот до сих пор не хватает времени Чтобы поддерживать свой статус ведущего разработчика Потому что технологии появляются каждый день Они обновляются каждый день Чуть ли не каждый месяц новый премьер-борк За этим всем нужно бежать Если вы на секунду остановитесь Вы опоздаете на месяц Есть люди, которые этим занимаются Это изучают И они вас обойдут Если у вас цель стать джуниор-разработчиком Ну, я бы рекомендовал Не парьтесь Вот реально говорю Это не стоит того, чтобы тратить на это время Вот просто потратить на это время У меня есть знакомые Которые несколько раз Ну, то есть, несколько знакомых Которые собирались стать разработчиками И я их даже какое-то время обучал Рассказывал про ОП, про классы Про вот это вот все Все инкапсуляции И шесть из них Ну, то есть, они все бросили это занятие Потому что сказали, что это неинтересно Это сложно Есть люди, которые схватывают прям на лету Прям даже есть такие моменты Что прям даже я узнавал интересное От тех людей, которые только начинали учиться И, в общем, все за это человек, конечно Я не хочу всех под одну гребенку Это, безусловно, неправильно Но стуть в том, что вы ставите перед собой цели Которые хотите добиваться Стать джуниор-разработчиком Это не цели Это первая ступенька Это первый шаг Это, можно сказать, первый пинок Оцените свои возможности Хотите стать ведущим разработчиком Один вариант Project Manager Третий вариант Юниотестировщиком Пятый вариант Тестировщиком по интеграции Шестой вариант Джуниор-разработчик Ну, в общем, это не профессия Это, ну, я не знаю На самом деле это такой Ну, я думаю, что вы поняли, о чем я говорю Вопрос номер 73 Хотим делать игру для браузера Какой выбрать фреймворк? Ну, коллеги, на самом деле вопрос такой каверзный Да? Если честно, то для браузера Сейчас самый оптимальный вариант Использовать какой-нибудь JS То есть JavaScript фреймворк Ну, я на вскидку сказать не могу Вот если честно Потому что я не занимаюсь Этой проблемой Этими разработками Но, с другой стороны У меня есть друзья, знакомые Которые занимаются этими штуками И они Ну, в общем, они немножечко В шоке, да? Потому что, на самом деле WebAssembly Вот эта вот архитектура Которая работает с микрокодом Ну, то есть с байт-кодом На стороне веб-браузера Она позволяет обойти JavaScript фреймворки В общем-то, любые, да? Ну, там прирост производительности Ну, там вплоть до 30% То есть, другими словами Какой бы вы фреймворк не выбрали Всегда для игр очень важна Быстрота реакции Скорость взаимодействия И так далее и тому подобное Если говорить про Blazor Да, который тоже может быть И частью WebAssembly То есть, выполняется Как байт-код WebAssembly Ну, на самом деле Я бы посоветовал Ну, если учесть, что я Как бы глубоко в бэкэнд Разработчик И я теперь могу делать Собственно говоря Бэкэнд вещи И на UI При помощи Blazor А в шестой версии Появится обалденное количество Фишечек В том числе Мау UI Который позволит Нативными компонентами Делать На Blazor В C-sharp коде Интересные всякие Разные фишечки То есть, формировать UI В том числе Ну, я бы рекомендовал Конечно, Blazor Ну, я отнюдь не являюсь Конечной инстанцией Да, то есть, вы можете Еще где-то спросить В общем, если игру для браузера И делать Ну, возможно, да Какой-нибудь джейсовский фреймворк Но я, к сожалению, не могу их назвать Я вам брать не хочу И, собственно говоря, не буду Я бы остановился на Blazor Потому что Вепа 7 Ли быстрее Да, он немножко сыроват Но это со временем поправится И, в общем Вся проблема Джейсовского фреймворка В том, что Так или иначе Они Ну, очень тяжко могут работать Без бэкэнда То есть, другими словами Иногда даже вообще Не могут работать Поэтому бэкэнд Вам все равно придется Как-то писать Возможно, на каких-то других Платформах и языках Но я бы Вот Если бы вдруг У меня стала такая задача Написать игру Ну, конечно Там в зависимости от типа игры Но, тем не менее Если бы встал такой вопрос Я бы взял бы Blazor Я бы взял бы C-Sharp И, в общем-то Наверное Вот таким вот образом Как бы поступил Ну, вот Наверное Как-то вот так На этом, наверное, все Спасибо большое Что пишете Комментируете Я очень рад Что от вас Есть фидбэк Пишите правильный код Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому